Добрый вечер на календаре Четверг, 26 января и в прямом эфире очередной выпуск программы «Открытый разговор». Сегодня с экс-примаром города Чедерлунга Георгий Марангос. Я Руслан Косым. Прошло полгода с момента, как вы сдали мандат примара нашего города. Давайте вернемся на 4 года назад и вспомним о том, как пришли вы к власти и что сделано за эти 4 года. Где результаты очевидны, а где требуются еще усилия. Уважаемые телезрители, мнение, предложение и вопросы к нашему гостю вы можете задать прямо во время прямого эфира, позвонив по номеру 279-57. Так, Георгий Федорович, такой вопрос первый. Зачем вообще человек стремится к власти? Зачем она нужна и была вам? Добрый вечер, Руслан. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Почему люди идут в органы управления, как мы говорим, во власть? Я могу сказать по себе. 4,5 года назад, уже практически 5, когда Михаил Макарович Фармзал стал башканом, он предложил мне исполнять обязанности примара города. Я согласился на полгода исполнять обязанности. Затем были выборы примарские в городе в 2007 году, в июне месяце. И действительно, мне было предложено баллотироваться, идти в составе команды Фармзала Михаила Макаровича. Я после долгих раздумий, я не скажу, что я согласился сразу, я не соглашался, потому что я всю свою сознательную жизнь, до 40 лет я занимался частным предпринимательством, бизнесом. И никогда не стремился идти работать в органах государственной власти, в госслужащих. Но после долгих раздумий я согласился и четко знал, что на должности примара, если меня люди изберут, я буду работать ровно 4 года. Для чего я пошел? Ну, в первую очередь, для того, чтобы, конечно же, я не пошел так, лишь бы пойти. Я до этого был 4 года советником городского совета 2003 года. Я знал немного изнутри работу примарии и городского совета. Это было для меня не ново, мне не надо было окунаться где-то, что-то осваивать, все заново. Да, и с тем, чтобы что-то, живя в этом городе немало лет, я шел, чтобы действительно постараться поработать в городе вместе с людьми и чтобы что-то изменить в городе. Илья Федорович, а насколько трудно и легко было вам в первый год работы мэра? Вы не пожалели, что пошли на эти выборы тогда? Я знал, что будет тяжело, очень тяжело. То есть для меня это не было новостью, почему я пошел, а что это очень тяжело. Да, действительно, некоторые моменты были, когда возникали по субъективным причинам. Зачастую бывало некоторые личности, скажем так, из горожан, из органов власти так прямо доводили. Вот именно иногда просто срывался некоторые моменты. И такие мысли были, что вот не надо было мнить. Ну, это было буквально ненадолго. И я человек, который привык работать с финансами, я… Недолго были эти сомнения. Я успокаивался, опять включался в работу и работал в рамках, скажем так, в рамках моих обязанностей, в рамках того финансового документа бюджета города, который позволял мне делать ту или иную работу. Ну, если вернуться к вашей предвыборной кампании, у вас, по-моему, не было четкой предвыборной кампании. Были заявления, лозунг, что мы идем работать. Это так было или нет? Мы идем работать. Такой лозунг был. Что он назначал? Ну, лозунг был другой. Что он назначал? Ну, в принципе, действительно, я в своей предвыборной кампании не обещал построить там, скажем, дороги, сделать то-то, то-то конкретное. Я обещал работать. Вот, действительно, вы правы. Я обещал при встречах с людьми, что я буду работать. Я не мог обещать, что я сделаю, отремонтирую все дороги, сделаю то-то, то-то, изменю ситуацию в жизни, пенсии повышу. Я не мог это обещать по одной причине. Это не ваша компетенция. Потому что некоторые вопросы не моей компетенции, а некоторые вопросы моей компетенции, они не обеспечены финансово. И работая четыре года в городском совете, я прекрасно знал, что на решение этих городских проблем, которые даже в моей компетенции, напросто нет денег. Возьмем дороги. До дороги дойдем. Хорошо. Вот поэтому я знал, что будет тяжело, идя баллотируясь в примары города, и действительно знал, что очень будет тяжело. Этого было для меня не было. Вы сказали, что была поддержка региональных властей в лице Башкана. Насколько она была ощутима, эта поддержка? Что сыграло то, что вы пришли во власть? Действительно, его авторитет, его влияние. На избирателей, скажем так. Вы знаете, единственное, наверное, когда я баллотировался в примары, может быть, я недостаточно знал, скажем так, систему госуправления изнутри. И систему перераспределения доходов. Я был крайне удивлен, когда я, работая примарем, понял в них полностью систему государственного управления, начиная от работы центральных органов власти, региональных и местных органов власти примарии. Я был крайне удивлен, что эти уровни, два уровня власти, три уровня региональные, центральные органы власти, второй уровень – это районная администрация. В данном случае у нас с Гагозией вопрос не решен, это второй или еще какой-то уровень. И первый уровень – это примарии. Здесь никакой, скажем так, нет такого, чтобы они работали в одном направлении. Я понял, что примары в населенных пунктах – это, получается, амбразура, за которой скрылись власти второго и центрального третьего уровня. И ему это очень удобно. Они первый уровень недофинансируют, то есть абсолютно могу очень много примеров привести, которые относятся к компетенции первого уровня, то есть примаров и местных советников. Но это не подкреплено финансами. И примары, и городские советники просто-напросто не могут решить эти проблемы. Обращаются люди на второй уровень и центральные органы власти, они говорят, у вас есть примары, идите с ними решать. В рамках этого вопроса, то, что Башкан вас выдвинул, поддержал, но насколько чувствовалась эта поддержка в течение четырех лет? Была она ощутима или нет? Вы знаете, скажу однозначно, за эти четыре года и полгода я исполнял обязанности. Действительно, некоторые моменты были, что город и получал. В городе проведено, не без помощи, скажем так, региональных властей, и водопровод практически на 100% обеспечен сегодня водой город. И были и другие проекты, которые даже не касаются нас, допустим, но и не касаются жителей города. Это и ремонт больницы, куда вкладывались региональные деньги. В город от региональных властей, к сожалению, за четыре с половиной года поступало крайне мало, на мой взгляд, денег. Я бы хотел больше. Наверное, любой примар на моем месте хотел. А где здесь логика, если исполкованные в лице Башкана вас поддерживают, а не хватает этого? По логике, в принципе, должно быть поддержка. Но, к сожалению, я тут не хочу сейчас говорить, что Башкан плохой или хороший. К сожалению, ни один Башкан только решает, есть народное собрание, которое распределяет финансы. И Башкан своим решением не может направить их только в Чедрунг или только в другой населенный пункт. Поэтому здесь вопрос, если есть, надо ко всем представителям второго уровня. В данном случае не второго уровня, а к региональным властям Гагаузии. – Хорошо, спасибо. Из Вашего опыта, существует ли в городской власти какая-то специфика по подбору кадров? Как предлагаются замы? По тому, как они помогали на выборах? Или все-таки есть какие-то критерии, профессиональные критерии? Вот из Вашей практики, как Вы можете сказать, по каким критериям Вы предлагали своих замов для утверждения света? – Вопрос очень хороший и актуальный. Действительно, став примаром и исполняя обязанности, я не стал где-то менять кардинально что-то именно в кадрах вопросов. Потому что сегодня найти хороших специалистов на ту зарплату, готовых специалистов для работы в органах местной власти в примарии, практически невозможно. На ту зарплату, которую сегодня получают работники примарии, это от тысячи до полутора тысяч леев. Это практически невозможно. – И в то же время все стремятся туда? – Не могу понять, почему все стремятся туда. Вот я сегодня заявляю Вам, что на эти полторы тысячи лей нельзя найти подготовленного. Может быть, стремятся те, которые не понимают, что это такое и чем они там будут заниматься. Но эти люди, они там не нужны, потому что там надо работать. И поэтому, когда я стал примаром, я не стал менять заместителей. Зачем? Они уже подготовлены. Ты как руководитель, на мой взгляд, я, в принципе, всегда придерживаюсь этого. Я должен работать с теми людьми, которые есть, по крайней мере, попытаться. И где-то моя задача, скажем, какие-то рамки поставить своих заместителей, сотрудников, чтобы они исполняли свои служебные обязанности. Тем более опыт. Они работали до меня, они знают эту работу. И надо их поставить, чтобы они работали. – Есть такая поговорка, говорит, если хочешь быть хорошим примаром, оставь свой заместитель и имей терпение, чтобы он работал. И его не трогай, не мешай. – Хорошо. С учетом Вашего четырехлетнего опыта, а также, учитывая проводимые реформы, оптимизации, скажите, насколько, на Ваш взгляд, Вы сегодняшнюю ситуацию наверняка наблюдаете? И в нашем городе, насколько, на Ваш взгляд, нужно примару замов, чтобы он эффективно работал? – Однозначно, два зама в городе Чедрунга нужно, потому что очень много вопросов. А без проработки этого вопроса, соответственно, примар будет принимать неверные и неправильные решения. Вопросы должны прорабатываться, поэтому поток тех вопросов, которые, по крайней мере, поступал в мою бытность, очень был огромный. И действительно требовалась работа двух замов. – Я вот здесь в вопросе. Учитывая проводимые реформы и оптимизации, часть нагрузки, в принципе, может сняться, если школы перейдут, скажем, учебные заведения перейдут на другую форму финансирования. – Пока этого нет. Когда это произойдет, потом можно поднять этот вопрос. Но пока рано поднимать этот вопрос и оставлять адвозу. – Вот тоже такой вопрос интересный. Сколько нужно времени новому чиновнику, новой должности, для того, чтобы он стал компетентным в городских вопросах? – Вы знаете, любой руководитель… – Придя из других профессий. – В принципе, все примары пришли практически из других профессий. – Понятно. Вы знаете, даже… Да и не имеет значения, этот руководитель сегодня находится своим примаром на должности примара или находится на должности директора какого-то предприятия. У него должно быть, скажем так, единственное, что, на мой взгляд, ему нужно, именно знание в административном управлении. Он не может быть специалистом во всех сферах. Да, действительно, он может быть… образование у него одно, но здесь он примарий. Он здесь сталкивается и с благоустройством города, и с учебным процессом. Он не может знать тонкости всех проблем. Но для этого есть у него аппарат, есть у него заместители, есть специалисты в той или иной области, к которым он должен обращаться в принятии каких-либо решений или подготовке каких-либо вопросов. Все он знать не может, поэтому здесь ему очень важно, как будет ему подсказывать, прорабатывать вопросы специалисты, прежде всего, примарий и его заместителей, которые могут привлечь со стороны того же директора школы, тех же других компетентных, где-то у или иной области в область строительства дорог. Таким образом не видится. Когда я говорю новоиспеченным чиновникам, я не имею в виду только примары, замы тоже бывают новые, поэтому, если говорится, что опираться на замов… Ну, мне посчастливилось, наверное, когда… Скажем, вот в этом аппарате все три новых члена, и примары, и два зама, все новые. Вы знаете, когда была первая сессия… Они не пошли по тому пути, по которому вы рассуждаете, чтобы оставить предыдущих замов по накатанной работе уже? Я на первой сессии, когда официально новый примар вступал в должность, я выступил на первой сессии. Я помню. И очень хорошо тогда постарался, чтобы я был услышан, потому что вот это очень важно. Не то, что мне было все равно, мне просто… Я знал, что эта проблема встанет, и она стоит сегодня. Я предложил тогда новому примару, не спешите менять зама, поработайте месяц, второй, третий, и вы увидите, кто как работает. А может быть, действительно, сегодня они удовлетворят всем необходимым вашим требованиям, и они работают. А человек, который пришел, тем более всех замов поменять, очень сложно будет. Представьте себе, один даже зам, если остается старый, он за четыре года, за три-два, за год, который работал, он вмиг во все вопросы. И мне как примар, вновь прибывший примар, если поднялся, есть какой-то вопрос, я пригласил этого зама, я уточнил по этому вопросу, он мне дал информацию. И то, что мне непонятно, я уже доработал, его и принял решение. А когда и новые заместители, то есть очень сложно принимать решение. То есть больше времени потребуется, а времени нету. Там надо действительно сразу приобраться и работать. Вот здесь очень важно положиться на специалистов в примарии и на своих заместителей. И поэтому очень тяжело, когда пришел, и заместители новые, они не вникли. Они, может быть, да, действительно вместе, через какое-то время они станут компетентными, но пройдет время, а за это время можно принять ряд действительно важных решений и принять не в том, скажем так, в виде, в котором должно быть это решение. Хорошо. На ваш взгляд, примар должен быть чисто хозяйственником или политиком? Или сочетать и то, и другое? Я убежден, сегодня по прошествии... Я прошу прощения, мне говорят, что есть звонок, и продолжим дальше. Если есть звонок, пожалуйста, говорите. Да, да, мы вас слышим. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад видеть Георгия Федоровича на экране. Здравия. Как там дела? У вас все нормально? Если у вас есть вопрос, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Да, 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 задаю вопрос. Пожалуйста. Георгий Федорович, внесите ясность. Насколько я знаю, когда переизбрали вас с примара, ну, нового примара выбирали, когда... Оставляли... Оставалось для нового примара где-то около миллиона денег. Оставалось. Пошли слухи, что, мол, наша, наша, ваша бытность, значит, ну, скажем так, когда вы были примаром, вы загнали в долги. Значит, вы оставили большой долг, имею в виду. Также самый эмусируется слух о том, что МПЖГХ имеет большой долг, около миллиона. Несите, пожалуйста, ясности. Я вам слышал. Да, я хорошо. И второй вопрос. Не будете ли вы опять баллотироваться? Опять баллотироваться. Понял. Спасибо за звонок. Я понял. Отвечаю. Спасибо. Кстати, к этому вопросу я хотел подойти. Ну, если хотите, можете ответить сейчас. Да, я отвечу, раз поступил звонок. Уважаемые горожане, я хочу действительно сегодня, может быть, есть какие-то неясности, сомнения, раз поступил звонок. Я сегодня могу со всеми верностью открыто сказать, что на тот день, когда был последний день моей работы, это было 29 июня, на 30 июня можно легко проверить счета премарии, но счета премарии находилось более 800 тысяч лет. И если исторических долгов ни одной копейки не было, текущих долгов по всем статьям расходным, в том числе по продуктам питания, по договорам, которые были заключены по ремонту четвертой школы, санузлов, по шестому садику и другие, по поставкам, текущие, еще раз говорю, их было порядка 400, максимум 500 тысяч леев. То есть практически премария после моего ухода, после ухода советников осталась без долгов. Я не говорю о исторических долгах, которые были все закрыты. И текущих долгов не было. То есть это однозначно, это легко проверить. В чистом виде цифра какая осталась? В чистом виде больше 800 тысяч леев на счету было в тот день, когда я ушел. И всех долгов, которые проводились, и всех закупленных, но это текущие долги, там 400-500 тысяч леев. Кстати, вы когда принимали город, вы приняли его с долгом или с плюсом от предыдущего премара? – Были исторические долги порядка больше 2 миллионов леев. – Спасибо. – 2 миллиона 100 тысяч. – Хорошо, перейдем к нашему вопросу, который был задан. На ваш взгляд, вы хотели что-то добавить? – Второй вопрос, там был, буду ли я баллотироваться еще раз в премары. Я когда первый раз баллотировался и прошел, я уже первый день на работу знал, что я буду работать ровно 4 года. Я иллюзию не строил, знал, что будет тяжело. Но больше 4 года человек с моим характером, он просто-напросто больше не выдержит, потому что это труд, это очень тяжелый труд и физический, и моральный. И работать больше – это ущерб здоровью, потому что действительно больше практически нельзя было проработать. Поэтому в любом случае после 4 лет однозначно нужен перерыв. На сегодняшний день намерение баллотироваться при той системе государственной власти и системе перераспределения доходов, я не вижу смысла сидеть и отсиживать это кресло. – Вы имеете в виду, не хватает рычагов для… – Совершенно. И рычагов не хватает, и то финансирование, которое сегодня направляется, и те нормативы, которые министерством финансов доводятся до местных органов власти, до примарей, они не стимулируют работать, их не хватает. Есть много таких проблем, которые просто-напросто не предусматривают для этих целей финансов. – На взгляд вы работали примаром. Примар должен быть хозяйственником или политиком, или сочетать себе и то, и другое? – После 4,5 лет, полгода исполняю обязанности, 4 лет работаю примаром, я однозначно могу сказать, что примары населенных пунктов, пусть это будет город, пускай это будет село, однозначно должен быть только хозяйственником. – Если он начинает играть в политику, то однозначно он в населенном пункте ничего не сможет сделать. – Отразится и на финансах, и на его… – Это отразится абсолютно верно. – Хорошо, спасибо. Я хочу напомнить, что вопросы можно задавать в прямом эфире, позвонив по телефону 279-57. – Юрий Федорович, вы согласны с утверждением, что примар – публичный человек, его работа должна быть прозрачной, поэтому, идя в примары, к этому надо быть, в принципе, готовым. Это часть его работы, быть на публике, быть в СМИ, где-то высказываться. Вот я, насколько помню, однако вы сами не пользовались возможностями СМИ, я имею в виду и телевидение, и печатные издания, и не всегда, в принципе, были доступны для них. Почему так? Почему не пользовались? – Однозначно, я с вами согласен, что примар – это публичный человек, и вся его деятельность должна быть прозрачна. Не могу сказать, согласен с вами, что я отказывал кому-то в даче информации. Действительно, я мало был на страницах газет и на телеэкранах, потому что я считал, что примар должен работать. Ему некогда заниматься и ходить, скажем так, показывать, что какой вот я хороший, но если средства массовой информации, будь то газета, будь то какой-то телеганал, приходили ко мне, ни разу никому не отказывал в информации. Может быть, меня в тот момент не было, или практически это единственный случай, когда мне не было, информация всегда была доступна. Может быть, не в том виде просили, я согласен, но нам некогда было заниматься, чтобы готовить эту информацию в том виде, который требовали средства массовой информации. Да, действительно, мало было на страницах газет, но я не ставил себе это целью. Потому что, ну хорошо, я бы не слезал бы с газет, дополнительно еще тратил бы на эти цели бюджетные средства. То есть мы не занимались этим. Но это бы показало бы так с виду, что я вот, какой хорошей работой, но на деле-то я больше бы не сделал. Это не отражает. Средства массовой информации, если они желали, они могли отразить все, что они хотели. — Говоря дальше о средствах массовой информации, нынешнее руководство внедряет в свою пресс-службу. Насколько, на Ваш взгляд, это необходимость в деятельности городских властей, насколько разумно это сегодня делать? И вообще, что это означает, на Ваш взгляд? У Вас не было пресс-службы? — Да, действительно. — Насколько мешало или помогало это работать? — Действительно, пресс-службы у меня не было. И когда я стал примаром, так получилось, что центральные органы власти нам слали письма за письмами привести свои штатные расписания в соответствие. Потому что, согласно поставлению 2003 года, у нас действительно в примарии было пять лишних единиц. И вот в течение четырех лет мы никого не попросили, не сократили, мы просто-напросто не набирали новых, а кто-то уходил или открывались другие какие-то рабочие места, мы их переводили. И мы привели к концу, через четыре года в соответствие. Но дополнительно внедрять пресс-секретаря невозможно было. Наши штаты не позволяли. И финансы не позволяли. Но то, что пресс-секретарей нужны, которые будут освещать в средствах массовой информации, они нужны. — У вас, в принципе, эту функцию кто выполнял? — У нас исполнял в этой функции Курдов Иванович. — Зам выполнял. — Зам выполнял. — Да, занести, кто исполнял. Финансы не позволяли и штаты не позволяли нам вводить такую единицу. — Хорошо. Во второй части нашего разговора я хотел, чтобы мы обсудили некоторые экономические вопросы, остановиться на показателях, с которыми мы приняли город. Вы уже ответили мне, что приняли город с долгом. Вот я смотрю, здесь бюджет за 2007-й утвержден порядка 15, почти 18 миллионов леев. Исполнено на миллион больше. И так каждый год, увеличиваясь на 2-3 миллиона, вы исполняли бюджет города в плюсе. За счет чего это удавалось сделать? Это, в принципе, не маленькие суммы для города. 2-3 миллиона каждый год переисполняют бюджет. — Да, действительно. Став примаром города, мы со специалистами примарии, конечно же, прежде всего… — И имея, в принципе, еще и долги с предыдущими. — Прежде всего проанализировали финансовое положение примарии, проанализировали принятый бюджет текущий на 2007-й год, и проанализировали работу всех наших утверждений. И пришли к выводу, к неутрешительным выводам. Конечно же, то, что долги есть, это было плохо. Были и текущие долги, были и исторические долги. Что касается исторических долгов, здесь нам региональные власти помогли нам их закрыть с помощью газовых сетей. Там закрыли наши исторические долги перед АП «Термо». И, соответственно, АП «Термо» тоже закрыли дальше свои долги исторические. Что касается текущих долгов, мы их закрыли. Что касается, когда мы проанализировали бюджет на 2007-й год, мы увидели, что бюджет 8% – это составляет сфера образования. Это школы и сады. — Да, 8-25%. — Но в то же время мы увидели, что 8% бюджета тратится в сфере образования. Но в то же время у нас в садиках не хватало мест. Порядка 200 детей у нас не были обеспечены дошкольным образованием. А в школах, в шести наших городских школах, у нас школы… — Полупустые. — Полупустые. — То, что полупустые. Третья школа была загружена на 27%. Вторая школа была загружена на 35%. И так по всем школам. И содержали шесть школ. В них обучало 2150 детей в 2007-м году. — А сколько в среднем школы, обычно наша школа рассчитывает поместимость детей? — Разные школы по-разному. — Ну, возьмем четвертую, вторую, другую. — Если взять, допустим, третью школу, она рассчитана на 280 детей. Там обучало 130 детей. Даже на 300 детей она обучалась. Если взять вторую школу, она рассчитана на 1460 детей. А там училось 400 детей. То есть они крайне не были недогружены. — И все же бюджет переисполняли за счет чего? — Сейчас я скажу. И проанализируем мы наш бюджет. Соответственно, некоторые статьи у нас не покрывались полностью. Особенно благоустройство. При необходимости 2-3 миллиона ежегодно. Планировалось с Министерством финансов. Доводилось. Она 190, 250 тысяч в зависимости от года. И на четвертый год она дошла до 290 тысяч. При необходимости 2-3 миллиона. Естественно, не хватало. И стал вопрос, откуда? Откуда можно дополнительно, примария может, скажем так, изыскать средства? Не бюджетные источники финансирования. Конечно же, это только за счет превышения доходов над расходами. То есть собирать больше запланированных сборов, налогов. И плюс еще, откуда мы, за счет чего мы вышли, то проанализируя ситуацию, проводя инвентаризацию, мы увидели, что у нас есть наши городские лесополосы. Лесополосы – это тоже имущество городского совета и города. Да, горожан. Соответственно, если это имущество, им надо управлять. И выяснилась довольно-таки такая картина нехорошая, что лет 20-25 эти лесополосы уже как должны были обновляться. То есть должны были проводиться сплошные рубки с тем, чтобы дальше они дали поросли и обеспечить сохранность этих порослей. А так деревья высыхают, самовозобновления нету, не практически умирает наша лесополоса. И мы этим вопросом первый же год заняли. И это был хороший источник финансирования, дополнительный источник финансирования для бюджета. Для примера приведу только в 2011 году. За январь, февраль, март в бюджет поступило около полумиллиона лей. И плюс еще 200 складометров мы раздали людям бесплатно, остро нуждающимся, комиссионно. И поэтому один источник был у нас, конечно же, лесополосы. Кстати, сразу говорю, мы обеспечили стопроцентную сохранность. Это было главное условие, когда мы начинали заниматься этим. И, конечно же, в этом, я считаю, очень большая заслуга ныне покойного Топала Дмитрия Кирилловича, который у нас с первого года был лесником при Марии, который справлялся очень хорошо своими обязанностями. В частности, благодаря ему мы смогли обеспечить сохранность лесополос, которые вырубались. И следующий источник финансирования мы проанализировали, что у нас еще составляло основную львиную долю расходов. Конечно же, это расходы на энергоносители. В данном случае у нас 4 учреждения отапливались за счет АПТерма. То есть тепло мы получали в гекокалориях и платили очень большие деньги. И мы задумались над этим. Действительно, мы просили исполком ГГОЗИ, районную администрацию передать нам котельные, школ и садов. Но нам было отказано. И мы решили изыскать возможности построить котельные, с тем, чтобы, имея котельные автономные в каждом учреждении, сэкономить. И действительно, мы когда задумались о том, чтобы строить свои котельные, АПТерма предложила нам выкупить у них котельные. И мы действительно купили за около 700 тысяч леев у них 3 котельные. Но эти 3 котельные нам буквально в прошлый отопительный сезон сэкономили на миллион леи. И вот еще один источник финансирования. Еще один момент. Покупая продукты питания, когда я стал примаром, я видел, что люди неохотно работают с примарией, то есть снабжают продуктами питания. Почему? Потому что долго рассчитывали с ними. То есть 2, 3, 4 месяца бывало. Людям нужны живые. Конечно, все правильно. И оборотные средства сегодня у нас не могут себе позволить по 50, по 60 тысяч леев ждать, по 3, 4, по полгода. И была эта проблема. Но мы взяли за основу, что надо рассчитываться. И действительно у нас получилось. Если вначале у нас было мало желающих поставлять нам продукты питания, так когда мы организовали так, что человек, если поставляет в текущем месте, а до конца следующего месяца у нас и контракты были такие, он гарантированно получал свои деньги, так у нас через 3-4 месяца не было отбоя от желающих поставлять нам продукты питания. А когда много желающих, и соответственно, тендер, кто меньше цену давал, и все. Это был очень большой источник, скажем, дополнительный источник финансов, о чем мы экономили деньги. Не то, что экономили, а не хватало их за то, что мы рассчитывались вовремя. И это дало свои плоды. И еще один момент, который действительно нам сильно помог, это российское гуманитарное зерно. Если помните, сколько шума было тогда из этого гуманитарного зерна, что мы чуть не знаю, что распродали, продали там муку и примар. Ну, бог с ними, с этими слухами. Но вот сегодня факты, пожалуйста, вот есть таблица. В отчете примара за 4 года есть таблица, люди имели возможность познакомиться. Мы на 7 лет обеспечили примарию продуктами питания семьи. Это хлеб, это мука, это макароны, это сушки, это печенье, это манная крупа, это пшеничная крупа. То есть 7 наименований, и по сей день примария не тратит деньги на покупку этих продуктов. Это было тоже очень хорошее подспорье. То есть, да, мы могли раздать по 20 килограмм каждому жителю города по 20 килограмм. И чтобы мы почувствовали. Но, тем не менее, городской совет принял решение, я считаю, что очень правильно. Спасибо им за это. И направлено продукты питания. Дети же, они же тоже наши. С дистоплимом так не получилось. Дистоплимом как раз наоборот. К сожалению, если бы тогда поняли бы... Кстати, ваша позиция какая была? Моя позиция была обязательно направить опять детские дошкольные учреждения. 80% бюджета тратится... Вы избавились от этого... Совершенно верно. 80% бюджета городского тратится сегодня на образование. Если бы мы направили это топливо в эти бюджетные организации... Вы представляете, сколько миллионов лей у нас высвободилось, за счет которых мы смогли бы сделать что-то в городе. И те же дороги, и те же освещение. Поэтому моя точка зрения такая была. Но совет принял другое решение. Я как примарь должен подчиняться решению городского совета. Что я и сделал? Это понятно. Говоря о дорогах, вы в отчете писали, что ни один лейс налог, который автовладельцы платят за пользу автомобильными дорогами, в отличие от города Камратово, в бюджет города Чадрунги не поступает. От налога поступает в региональный бюджет Гагузии, в Чадрунгской арминистрации. Это выдержка из вашего доклада. И опять же тот же вопрос, за счет каких средств, где они изыскивали, что все-таки какие-то, что не говорите, но какие-то ямочные ремонты проводились. Какие средства находились, откуда они влаживались? Я вам скажу, если раньше 8% бюджета тратилось на школы и сады, на сферу образования, и тот норматив, который устанавливался для школ и садов, в садиках чуть больше, начиная с 3,5 тысяч лет, уже дошло в этом году до 6 тысяч лет, ориентировочно на одного ребенка в год. То есть этих средств не хватало, и нам приходилось ежегодно по миллиону, по полтора дополнительно вкладывать в сферу образования. Но когда две школы объединили с другими школами, то не нужно было дополнительно направлять туда эти деньги. Объединили школы, соответственно, мы больше в сферу образования дополнительно не изыскивали, а эти освободившиеся деньги мы уже могли направлять на благоустройство и частично хоть что-то сделать, хотя бы ямочный ремонт где-то, хотя крайне недостаточно было этих средств. И действительно я заявляю, действительно это просто невозможно понять сегодня позицию центральных органов властей, когда они сегодня в Гагаузе у нас ни один населенный пункт, кроме Камрата, как муниципе, ни одной копейки не получают на содержание дорог, которые находятся на балансе местных органов властей, на балансе примарии. За счет каких средств содержать эти дороги? То есть это должно быть запланировано в городском бюджете, в сельском бюджете, чтобы этот примарь, этот местный совет мог содержать эту дорогу. В принципе была такая возможность, будучи примаром, обсудить эти вещи с региональными властями? Мы обсуждали и не раз поднимали мы эти вопросы, но вы знаете, к сожалению, вот эта негативная сторона системы госуправления, которая сложилась в Молдове, что голоса примаров не слышно, а голос одного примара тем более не услышат. То есть это надо решать на центральном уровне. Практически один примарь. И я сколько ни поднимал этот вопрос, никто не прислушивался и никогда этим вопросом не занимался. Была же, по-моему, тогда тоже ассоциация примаров. Эти вопросы на ваших совещаниях не поднимались? Поднимали не только вопросы. Мы поднимали вопросы финансирования и культуры, вопросы финансирования и других сфер. И как можно при необходимости 2-3 миллиона на благоустройство нам давали до 200-300 тысяч человек, как можно задержать? Никто этот вопрос никого не волновал. И сегодня я уверен, что это не волнует центральные органы. Если продолжить тему оптимизации, вы говорили о школах, при вас она была начата. Начата оптимизация в рамках города, когда были несколько учебных заведений. Вот сейчас уже, по прошествии времени, как вы считаете, насколько оправдана в принципе это или нет? Вот ваша позиция. Представьте себе сегодня такую картину. Было много споров тогда. Да, очень много споров. Были мнения из-за и против. И сегодня я очень благодарен тому городскому совету, когда они взяли на себя смелость, именно городской совет. Волевое решение. Смелость и принять это волевое решение. И сегодня, почему, я сейчас скажу, представьте себе ситуацию, если бы эти две школы работали. Сегодня в средствах массовой информации прозвучало, есть информация, что примария города Шадрунка закончила год на 1 января более трех миллионов рублей. Представьте себе дополнительный затрат на эти две школы еще. Эта сумма удвоилась бы. И почему это случилось? Опять-таки, про оптимизацию это говорили не при мне, это говорили до меня. И я каждый год получал письма. По оптимизации, по-моему, с 2006 года, если не ошибаюсь. Конечно, совершенно верно, совершенно верно. Сейчас ее начали поднимать. Мы каждый год получали письма о наполняемся классами. Мы не имеем права одно другое каждый год. И объединение двух школ пришло еще при прежней власти. Это было в 2009 году. Перед парламентскими выборами еще партия коммунистов была у власти. Я не знаю, почему сегодня партия коммунистов так кричит, что вот в городе Чедрунга чуть ли не альянс закрывает у нас школы. Это было при них. И министерством руководил ставленник коммунистической партии. Это было сделано, потому что именно при них мы начали получать письма о том, что нужно оптимизировать. Но самое страшное то, что в Чедрунге на тот момент, когда я стал примаром, было 6 городских школ, турецкие лица и районные лица, 8 школьных учреждений на 20 тысяч населения. Нигде в Молдове такого нет. Да, школа-интернат, но она подчиняется центральной власти. Да, ну там уже дети со всей Молдовы, так скажем. А в этих 6 наших, их 2, один районный, один турецкий лицей, учатся наши дети. Соответственно, когда открывали вот эти 2 районные лица, это тянется, это проблема не сегодняшнего дня, это проблема вчерашнего дня. И когда открывали районные лица, его надо было не открывать в новом здании, на базе одной школы. Турецкий лицей не надо было открывать отдельно. Надо было открывать его на базе, перевезти его, дать им возможность обучать наших детей, там же наши дети, на базе одной из школ. И тогда у нас не было бы 8 школ в городе, а было бы 6. А сегодня что приходится? В тот год, когда мы этим занимались, когда нам урезали центрального бюджета в приказном порядке, сказали, вы недополучите определенное количество трансфертов, и мы посчитали со специалистами при Марии в начале года, что в сентябре месяце, октябрь, ноябрь, все бюджетные организации, не только школы, останутся без зарплаты, без продуктов питания. Конечно, мы испугались, мы думали, что делать, и у нас не было другого выхода. Если этим сейчас остальные занимаются, то есть за то, что у нас в свое время не продумали наши местные органы власти о том, чтобы открывать вот эти дополнительные школьные учреждения у нас в городе, вот эта ситуация у нас первая взорвалась у нас, и у нас не было другого выхода, потому что мы должны были объединять наши пустые школы. Но за счет объединения мы смогли открыть, мы объединили школы, но мы открыли за 4 года 7 дополнительных групп в детских садах. Мы охватили более 160 детей, которые не имели возможности, то есть мы опять-таки не взяли деньги с образования, а объединили школы и открыли то, что действительно востребовано было в городе. В ближайшие 20-25 лет в городе нужно будет новый школу, а вот садики, и мы опять-таки не открывали новые садики, потому что мы не потянули бы, мы открывали на базе садов наших дошкольных учреждений, пустые помещения, мы открывали там сады. Хорошо, если продолжить по образованию, реформы в принципе продолжаются, есть рекомендации, оптимизировать ваше мнение по самофинансированию этих учреждений. Смогут ли они самостоятельно справиться? Какие, например, на ваш взгляд, смогут справиться, какие нет? Давайте будем покороче, чтобы мы успели еще... В городе у нас, наверное, только единственное первое лице, именно Машково, сможет вложить. Остальные самостоятельные, они не смогут, но опять-таки с городского бюджета они не смогут финансировать, потому что в городском бюджете нету этих дополнительных средств, чтобы искать туда. Это можно только найти в региональном бюджете и можно в центральном бюджете, все. Поэтому переход на самофинансирование, это с одной стороны хорошо, потому что сами руководители будут тратить свои деньги на те или иные расходные статьи. С другой стороны, сегодня и без поддержки региональных и центральных властей они не выживут. А местные органы власти, примарии, населенные пункты, пускай это село-города будут, рассчитывать не на что. Может быть, в Камраде, потому что там... В принципе, даже если, в принципе, говорим, если возможно, насколько сегодня директора школ готовы, имеют такие менеджерские навыки, чтобы справиться? Ну, сегодня, если взять, то их, насколько я знаю, управление образованием исполком... За два-три семинара. Но два-три семинара могут дать опыт за управление. Если взять и перевести, я не вижу здесь проблем, это можно сделать. Сегодня исполком Гагаузии не проблема, управление образованием берет, скажем так, шефство, и первый год работы, работать вместе с директорами школ. Соответственно, примарные останутся в сторонке, и тот опыт, который наработали специалисты примарии, они остались, не ушли с примарами, которые сегодня... Но директора все практически отказываются от самофинансирования. Есть такой момент, что они боятся ответственности? А не надо бояться, потому что есть примары, сколько хочешь, что действительно, перейдя на самофинансирование, они тогда вытянут ту или иную школу. Сегодня что получается? За счет того, что, допустим, у нас, в городе, первая школа, допустим, много детей, компактная школа, там хватает денег, за счет этого сегодня, не секрет, содержатся и другие школы. То есть, сегодня распределяется по всем школам, и всем не хватает. А вот говоря о том, вы уже начали об этом говорить, что в Новый год наш город перешел с долгом порядка трех миллионов, если вы сказали, еще 800 оставили вы в плюсе, в принципе. Вот львиная доля из них заработная плата в образовательных учреждениях. Таких случаев, когда не был утверден бюджет, мы все с вами знаем, что центральный бюджет утверждается, в принципе, при нормальных условиях в октябре месяце. Совершенно верно. Октябрь, ноябрь, декабрь – это бюджетный процесс. Да, городские власти, скажем, видя такую ситуацию, что из-за политических разногласий не принимается центральный бюджет, от которого зависит и местные органы власти, в принципе, следуя логике, могут предвидеть какой-то кризис выплаты заработных плат, иметь какие-то резервные… Вот в вашей практике были случаи невыплаты заработной платы учебного заведения? Да, мне очень сегодня… Мне интересует момент. Можно проследить, что бюджет не принят, и какие-то меры организовать? Если бюджет не принимается, то здесь закон тоже говорит о том, что местные органы власти работают на уровне прежнего года. Предыдущего бюджета, да. Предыдущего бюджета. Здесь никаких проблем нет. Но что самое главное, поэтому действительно, Бог меня миловал, за 4,5 года ни на один день задержка заработной платы не было. В принципе, был и кризис, были выборы. Совершенно верно. Кризис был, мировой кризис. Засуха жесточайшего Гагузии была. Каждый год выборы не одни, а по нескольку выборов было. А работать во время выборов, вы знаете, когда население, жители города поляризированы на несколько полюсов, очень тяжело. Действительно, тяжело пришлось. Но, тем не менее, я считаю, почему это у нас получилось, у нас, почему я говорю, потому что я себя не мыслю без городского совета и без работников примарий. Без специалистов, которые сегодня работают там. Почему это у нас получилось? Потому что мы взяли, мы четко распределили. Мы знаем точно, что не хватает на решение всей городской проблемы. Есть у нас бюджет. Это основной финансовый документ, по которому работает любой примар, утвержденный городским советом. Все. Есть финансирование, есть бюджет. Все. В первую очередь, это заработная плата бюджетных организаций, в том числе школ и садов. Второе, это продукты питания детских садов и школ. Третье, это расходы, это электроэнергия, это расходы по воде, все-все вот это дело. И четвертое, это благоустройство. Все. Вот таком приоритетном, которым я перечислил, мы работали все эти годы. Заработная плата, продукты питания, расходы и плюс благоустройство. И только после того, когда мы пытались закрыть все эти четыре момента, приоритетные, только после этого мы вместе с работниками убеждали городской совет, мы можем на что-то другое тратить деньги. Да, в принципе, практика будет тут, что не все выполняется, что городской бюджет. Вот такая практика есть. Совершенно верно. По мере поступления денег, обеспечения финансами. Почему нам удалось, на мой взгляд, чтобы не допустить, чтобы не выплачивалась заработная плата? Потому что мы исходили из приоритетности тратить денег. Вы так же сказали, что это было приоритетным, возможно, так спроецировать, что, возможно, не учли это, исполнили какие-то другие решения, не учли этот момент. Скорее всего, так и получается, потому что 23 советника, примар, все избранники, всем хочется быть хорошими перед своими избирателями. А избиратели подходят зачастую не по этим вопросам, то, что я перечислил, вот эти четыре основные, приоритетные, которые, на мой взгляд, должны быть, а подходят и по ремонту дорог, по освещению, и по другим всем этим моментам. Если мы отвлечем деньги на остальные цели, чтобы быть хорошими, значит, у нас не хватит на заработную плату, у нас не хватит на продукты питания. А не хватит на заработную плату, это проблема, у людей не так маленькая зарплата. Зарплату надо выдавать. Я правильно понимаю. Не покупать продукты питания, не хватит продуктов питания. Поэтому неоткуда брать. И только после того, если мы хорошо поработали, у нас что-то осталось, тогда можно делать и другие. Я из вашего слова правильно понимаю, что если не утверден бюджет центральный, то это не является причиной для того, что не выплачена заработная плата? Или это какой-то... Нет, не выплата исходит из двух моментов. Это сбор средств, доходная часть бюджета и расходная. То есть потратили, видимо, на другие цели. На ваш взгляд, вы работали 4 года, 3 миллиона – это долг? Можно его считать большим долгом для города или нет? Ну, учитывая, что... С которым можно быстро справиться. 27 миллионов в прошлом году был бюджет – это довольно-таки большая сумма денег. Это очень большая сумма денег. Которую покрыть... Очень тяжело будет. Понятно. Давайте перейдем к культуре. Покороче, последний вопрос. Вы как-то упоминали, если не ошибаюсь, вы меня исправите, что культуру сложно содержать. Им выделялось, по-моему, в пределах миллиона лей, да? Да. Разные годы по-разному. Что из этих средств недостаточно для работы, скажем, Дома культуры. И вы, по-моему, говорили о том, что, возможно, придется как-то уменьшать, закрывать. Как вы нашли выход в ситуацию до сих пор Дом культуры? Работать, Единый культурный центр? Ну, никогда о том, чтобы закрывать учреждения культуры. А мы финансировали три учреждения. Это библиотека, это... Не четыре. Библиотека, это музей, это Единый культурный центр. И... Дом культуры, Единый культурный центр. Районная библиотека. Дом книги, музей. Я что-то забыл. Дом культуры, районная библиотека и музей. Да, все, три. Я прошу прощения. И вот на эти цели нам всегда крайне не заставало денег. Если дома культуры в Вулканештых и Камраде всегда находились в ведении районных администраций, то Чедрунге, она находилась в ведении Примарии. И мы такой же норматив получали, те же деньги. И нам все эти четыре года действительно не хватало. И мы всегда изыскивали дополнительные средства от продажи тех же дров. И мы направляли на культуру, чтобы как-то поддержать, чтобы о закрытии Дома культуры или Дома книги или музея никогда не было речи. Если говорить об оптимизации в образовании, вот как вы считаете, в сфере культуры возможно у нас какие-то изменения, скажем, перевести их на хозрасчет? Большие площади, в принципе, в ДК сегодня фактически пустуют. На хозрасчет сегодня не думаю, что их можно перевести, но часть денег заработать они сегодня могут. При правильном постановке, чтобы и закон не нарушать, и в то же время желающие могут заниматься, дополнительные источники финансирования действительно не могут зарабатывать. Хорошо. Давайте перейдем к совсем последним вопросам. На ваш взгляд, какие результаты вы считаете самыми значимыми за эти четыре года для вас? О чем вы вспоминаете о таком, что вы не жалеете? Что для вас важно и принятие каких решений было важно? Лично для меня или для города? Да, да, в принципе, решения принимались вами, советом, вами. Да, действительно, наверное, конечно, больше, я бы сказал, что больше то, что не удалось, очень много проблем, которые есть в городе, которые не решилось, я не вижу, что они решатся в ближайшее время по одной простой причине, что не хватает финансирования. И система перераспределения финансов в Республике Молдова, система госправления, она сегодня изжилась из себя, и она требует коренной ломки. Вот я начну с этого. Что у нас получилось? Ну, получилось, вот вы сами сказали, нам удалось за четыре с половиной года ни на один день не задержать зарплату. Мы не зависели от трансфертов. На начало месяца, последний год, мы уже вышли в такой ситуации, когда на начало месяца у нас почти миллион лей всегда был на счету, и если трансферты нам поступали с опозданием, то есть мы до пятого, до десятого числа практически последний год давали заработную плату. В один год, 17 мая, получили за весь май, в один месяц. То есть мы умудрились дать наперед даже заработную плату. Было и такое. К сожалению. Я не могу сейчас сказать точно, почему сейчас вот эта получилась ситуация заработная плата, потому что мне тяжело, потому что если бы я работу знал. Поэтому вот этот момент мне действительно сегодня импонировал, что мы смогли все-таки заработную плату платье во время. Мы были самодостаточными, несмотря на то, что нам во многих местах не хватало, но школы, мне и сады обеспечивались продуктами питания, ну я могу сказать, есть по десятибалльной системе на 9 баллов однозначно. То есть были проблемы, конечно, и в закупках, были проблемы и с качеством, но всегда все, что заказывали руководители дошкольных, школьных учреждений, практически всегда мы приобретали для них. Если говорить тоже коротко о тех проектах, которые были начаты при вас, при вашем содействии прямом и при участии других и региональных властей и совета, я говорю о детских площадках и других проектах, о группах на базе шестой школы, вы сегодня, вам не удалось завершить их до конца, в принципе, оставалось открыть их. Вы насколько довольны, как это завершилось? Я очень доволен, что за 4 года мы решили проблему с захватом детей в дошкольных учреждениях. То есть мы практически этот вопрос сняли с повестки дня. Если помните, там были проблемы, и не всех детей могли принять. Группы были переполнены, и сейчас они переполнены, но, по крайней мере, весь город, все дети сегодня охвачены дошкольным учреждением. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность центру «Глория», который действительно в городе очень много помог за 4 года. И баню помог нам открыть, и садики, школы нам в городе ремонтировали. Но еще раз утверждаю, это мы делали совместно. Если они выделяли львиную долю денег, практически иногда доходило, что 20-30-40% всегда и городской совет изыскивал для этих целей. Сами мы бы все это не сделали, но благодаря именно нашим немецким партнерам, которые спонсировали и помогали нашим школьным и дошкольным учреждениям, мы смогли действительно немножко привести в соответствие наши школы и сады. Спасибо. В завершении передачи я хочу выразиться словами одного известного автора. «Избирательный бюллетень сильнее пули, поэтому мы, народ, должны быть ответственны за тех, кого выбираем». Благодарю вас за участие, что нашли время и пришли на нашу программу. Я думаю, горожанам было интересно узнать ваше мнение, позицию человека, которого я руководил нашим городом 4 года. Спасибо. Это был открытый разговор с экспримаром города Чедерлунга Георгием Марангос. В студии работал Руслан Косым. Всем до свидания и хорошего вам вечера. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова